Доброе утро следующего дня, выбрался из отеля, сейчас только 7 утра, видите там какая красота, горы, горы, и справа у меня тоже горы, и вроде как где-то там есть вход на тропинку, вот решил туда сходить побегать, посмотрю как там, Камила спита, я не могу, я в 6 проснулся, час провалялся и решил, не, пора идти, какая красота. Горы повсюду, я стою на таком пике, окружен горами, но не сломлен, по вот этой тропинке бегу, красотища тут, причем так видите недалеко, это прям вот хайвей идет, а за хайвей уже дикая природа. Друзья, это район, по которому сейчас едем, это Беверли-Хилл, смотрите какая красота, все так зелено, все так пальмово, ну как вам такие квартирки, смотри, там кстати надо бочи, да? Наверное. Вообще красотища, нереально, сейчас пойдем погуляем, мы недалеко от прямо центра. Ну что ты красавица, где отдыхаешь? Беверли-Хилл. Да ладно. А что такое? Нравится здесь? Да. Красиво, правда? Красиво, да. Серьезно? Да, вон пчелка в них лазит. Класс. У нас продолжение марлезонского балета, любая, цветочек Кабила фоткает, но тут реально клевая капуста. Блин, смотри, какая она крута. Ну да. Это Родео Драйв, ребята, это такой центральный район Беверли-Хиллса, по-моему, очень клево. По-моему, прям суперски выглядит. Мне нравится, как эти пальмы везде, в принципе, по всему Лос-Анджелесу высажены. Короче, друзья, прошлись мы тут буквально меньше 10 минут и ответственно заявляем, что на самом деле делать здесь нечего. Здесь очень красиво, здесь прямо симпатично, я бы сказал, но на самом деле это просто магазины, кафе, ну и соответственно гулять и смотреть здесь не на что. Здесь просто вывеска, 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 поэтому вот такой у нас быстрый экскурс по Беверли-Хиллс. Я думаю, что мы сейчас будем, когда ехать дальше, мы, может, где-то заедем в какое-то Беверли-Хиллс место, где красиво и есть где глазу, за что зацепиться погулять. А здесь вот на вот этой самой центральной улице делать абсолютно нечего. Друзья, сейчас мы проходим мимо Беверли-Хиллс-Сити-Холл. Посмотрите, какой он красивый. Здесь, насколько я понимаю, сидит правительство Беверли-Хиллс, чиновники, короче. Ну, поселили их реально в клевое здание, мы издалека не могли понять, то ли церковь, то ли что. Ну, креста нету, никаких других признаков церкви нету. О, вот, Сити-Холл. Это мы едем по жилым кварталам Беверли-Хиллс. И здесь вот, конечно, реально клево. В том плане, как устроены дома, как люди живут, как дома выглядят. Я посмотрел тут цены. Большой разброс цены где-то есть дома за 5, за 6 миллионов, за 8, опять же за 4 миллиона. И сейчас мы едем, знаете, куда? Красиво, да. Мы едем сталкерить, ребята. Короче, Камила нашла статью там, где адреса разных звезд. И сейчас первый дом у нас вот совсем скоро уже через буквально 300 метров. Чей, Камил? Стив Мартин. Стив Мартин, знаете, этого... Комедийный актер. Комедийный актер такой, смешной чувак. Я надеюсь, что его будет видно. Опять же, он сейчас тут прям живет? Непонятно, не знаю. Или когда-то жил. Может, когда-то. Да, вот его, наверное, дом. За деревьями просто спрятаны, да, заборы, деревья. С колоннами. Слушай, интересно, от сколько он стоит? Я сейчас посмотрю, ребят, на Зилову оценочку. Вот, ребят, его цена. Видите, 10 миллионов 700 тысяч. 5 спален, 5 ванных комнат, 8 тысяч 137 сквер фит. Это примерно 800 квадратных метров. Ну, примерный платеж. Блин, капец. 35 тысяч долларов в месяц, а вот при рефинансировании что-то типа 47 тысяч долларов в месяц. это, если брать, на 30 лет. Кстати, построен в 1999 году. Наверное, новость. Вот так вот. С хорошими школами. А здесь вот, ребята, видите, такие ворота, охрана, собаки, камера. И нифига не видно дома. Потому что, знаете, кто тут живет, блин. Ну, живет. Тут уже никто не живет. Но это дом Майкла Джексона. Он, конечно, тут уже вряд ли живет. Года так 2012-го или в каком году он там умер. Ну, да, вот это его мае, так сказать. Да. Это его частный племя. Ничего не видно. Ну, понятно только, что здесь, конечно, очень хорошо. И очень большая территория. Да, ничего не видно, ребят. А вот мы приехали въезд, ребята. Тут написано что-то COVID-19. И, к сожалению, да. Вот security стоит. Но вот это вот усадьба плейбоя. Блин, опять же. Лена, посмотри, блин, лес. Лес, конечно. Никуда не пройти, не проехать. Гвард стоит, ворота. И все, блин. И вот там реально целый лес. И Хью Хефнер со своими зайчиками тут жил. Ну, все, мы, собственно, показали вам три леса. И можно ехать дальше. Потому что смысла тут, конечно, дальше находиться нет. Смотри, чуть-чуть. Это его усадьба тут? Ну, думаю, что еще да. Часть усадьбы, да? Ну, да. А, видите, Голливуд. Мы туда поближе еще подъедем, чуть-чуть попозже. Вот. Но сейчас у нас задача зайти, дойти до Аллеи Славы. Аллея Славы, насколько я знаю. Вот она, кстати, и начинается. Она гигантская. Что я хотел сказать. Тут очень много этих звезд. Очень. Она длинная. Она, так понимаю, что тянется не по одной улице. Вот. И из того, что мы увидели в самом начале, ну и, в принципе, дальше это будет видно. Тут просто сумасшедшее количество бомжей. Тут просто реально палатки их установлены. В общем, они тут живут. Цветут. И пахнут. Пустая парковка по 20 долларов. Так неожиданно. Мы только что просто за углом припарковались бесплатно. Там на 2 часа бесплатная парковка. Какие у тебя ощущения от Аллеи Славы? Никаких. Никаких? Не впечатляет, да? Ну, я же так уже сказала, что прикольно, что мы сюда попали. Потому что все равно, так или иначе, историческое место. Ну, в аллее вот здесь. Вот мы идем уже, наверное, метров 500, да, прямо. И там, наверное, тоже метров 500 еще. И на встречной дороге тоже самое. Вот мы в обратную сторону пойдем. Вот, собственно, вот это и есть та самая Аллея Славы. Так, мы проезжаем. Смотрите, какой симпатичный. Это тоже на Аллее Славы находится. Видите, внизу. Долби... Ой, это Чайнис Сиэтр. Короче, китайский театр. Только что мы сзади проехали. Там был театр. Долби Сиэтр. Вот там вот. Там, где выдают Оскара. Ничего примечательного такого. Ла-ла-лэнд. Хе-хе. Это прикольно. Ребят, мы миллион раз видели, как сфотографируется рядом со знаком Голливуд. Но вот, слушай, сюда доехать невозможно. Мы никогда не знали. Посмотрите, как бы близко. Блин, а у кого-то прям веранда там. Ты видишь? Нет, нет. Блин, веранда с видом на берегу. Такое вот. В общем, ребята, спустя 40 минут блужданий, мы просто объехали. Видите эти холмы? Мы просто объехали их все. И наконец-то. Наконец-то, блин. Мы нашли точку. Вот. Та самая точка, с которой фоткаются все. Ну как? Мы же туристы в данном случае. Самые типичные. И вот это место. С очень красивым видом. Камилка думала, что там вообще можно прямо подойти. К ним близко. Но нет. У них, если вдруг кто не знал, к буквам не подойти. Потому что, видите, они установлены просто на горе. И ничего рядом и никакой дороги нет. А они там охраняются забором закрыт. И, в общем, все серьезно. Ну как-то к ним можно. Я видел ребята с канала Бег Вредин. Они что-то бегали к знаку. Да. Вот с другой стороны знак смотрит на вот такой вот вид. Видите, там вдалеке даунтаун. Слабо вообще его видно. Здесь вот какое-то водохранилище. Вообще о нем, в принципе, не знал. Ну и жилые дома. Несколько жилых комплексов. Я не знаю. Наверное, все частные дома. Квартир нету. Бассейн у народа свой. Красота. Там тоже на вершине горы живут. И здесь, конечно, вообще хорошо. Вот посмотрите, сколько просто в одном месте разных сосредоточений. И вода, и горы, и лес есть. И виноградники растут. Ну что, пойдем, сделаем фотографии и все. И можно, так сказать, с чистой совестью, да. Блин, ну 40 минут прожать, конечно, это сильно. Ну хорошо хоть не пешком. Это да. Сегодня мы пришли. На следующий день за 40 минут до заката. Поэтому, как видите, солнце еще садится. И мы уже на пляже. И нам спешить некуда. Здесь ребята рыбачат. Камила взяла себе немножко салата. Эй, это вообще-то у нас двоих. А это? А это на завтра. Ребята, мы же в Калифорнии. Здесь вот даже вилки с ложками сделаны. Они запах специфический имеют. В общем, они не пластиковые. Они из чего-то переработанные. Это я забыла как-то. Древесине, короче, пилки. Да? Ну, вот эти, как ДСМ. Я понял. И мы вот так вот на побережье, сидя, сейчас будем ужинать и провожать загад. Сегодня пораньше лежим, потому что завтра насыщен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok